Всем доброй ночи, либо доброго денечка. С вами ваш сыновья красотуля. Сегодня я буду читать ваши комментарии. У меня уже без 23 ночи. Читать на канале Подвола Влечая, Яндекс.Зенплатформа. Я маленько к вечеру покемарил, ставил будильник, пока расчухался, расходился, нам кофе попил. Надо читать комментарии. Так. Буду читать сладость, которая покорит ваши сердца и не оставит равнодушным. Смотрим Подвола Влеча. Вкусняшки от меня. Это я готовил из печенья. Вкусняшки. Вкусняшки. Первый комментарий. Люсик пишет. Пирожное, картошка, только печенье. А это разве пирожное, картошка? По-моему, пирожное, картошка добавляется какао. Если у меня память не изменяет. Я не добавлял какао уже? Или добавлял? Я уже и не помню. Так. Люсик пишет. Пирожное, картошка, только печенье нужно разбивать в крышку. Ну да. Если уж совсем мельчить, там получится. На мой взгляд, не очень. У тебя большие кусочки попадаются. Попробуй в следующий раз разбить его в блендере. Я не знаю, это печенье, из которого ты делал. Я делаю из стопленого молока. Печенье, да, из стопленого молока. Я, кстати, и не раз делал. Я и снимал, и так, и сяк. Ничего сложного нет. Просто берешь и делаешь это, делаешь с удовольствием. Как многие знают, ролик я записывал пораньше. Он у меня как раз оставался. Я это печенье уже скушал. Еще в свое время. То есть, постоянно подписчиков смотрит. Марина Пишнеграева пишет. Не уважаешь зрителей своих шуршиш пакетами. Такой громкий, неприятный звук. Марина Пишнеграева, так я снимал одним кадром. И, по-моему, на 35 минутах у меня память, да, не изменяет. Вот сколько вот сам видеоролик. Я уже заканчивал, уже все, уже за 35 минут приготовил. Ну, за 40 минут вот этого эфирного времени я полностью приготовил. А вот это печенье я уже в холодильнику брал. Ну, у меня камера, где-то, перегорелась, отключилась. Так бы я подольше еще на 2 минуты поснимал. Так, ну, сделай быструю промотку. Да не буду я делать быструю промотку. Я снимал одним кадром, не видел в этом смысла. Мы не обязаны 20 минут смотреть, как ты печенье с грохотом упишь молотком. И слушать шуршание полиэтилена. Обленился монтировать неохота. Марина, ты ж, не гравила. Вообще, монтаж это неблагодарный, тем более на дзене. Сейчас я сделаю ролики поскольку, постольку с монтажом. Потому что не вижу в этом смысла. А сделаешь ты более качественно, более красиво. Все, они не наберут просмотров. Сделаешь этим кадром, не наберут просмотров. Ну, вот я видеть и не хочу. А так как я много снимаю, все равно я много снимаю. У меня времени не отнимает. Вы думаете, так просто кино снять, что ли? Или как это? С нормальной покадровкой. Тем более, мне надо контент пилить, 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 пилить. А это времени занимает достаточно. Ой. Так, обленился монтировать неохота одним кадром. Конечно, проще снять и выложить. Конечно, проще, как многие делают. Берешь и выкладываешь без заморочек. Да, как многие делают. Я иду в тренде со всеми. Потому что это не делаем только поскольку. Котейка пишет. Удачи и процветания канала. Много добрых подписчиков. Спасибо, Котейка. Ну, сейчас просмотры у всех каналов упали. Кроме СМИ кликбейтных. Все просмотры ушли СМИ. Там такие названия кликбейтные. Быстрее бы уже чистку, что ли, дизайн сделал. Ну, реально, просмотры и показываю у всех вот каналов, которые что-то делают своими руками. Не кликбейтят, не копируют, не вот это все. Не знаю. Лучше бы уж что-то точно провели и почистили те каналы, которые именно копируют контент. Копипастом занимаются, спамят. Котейка пишет. Я просто в восторге. Спасибо, Котейка. Игорь, парень, ты отличный. Пусть тебе всегда везет. Пусть удача в личной жизни. Пусть тебе быстрее найдет. Я желаю оптимизма, достижения, вершин, счастья и друзей надежных. Сам люби и быть любим. Спасибо, Котейка. За картинки, за кубок, за кружку. Игорь, молодец. Потому что я заметил, бывает какие-то ролики, вот именно короткие, сделаешь красиво. Вот так вот. Не хуже, чем у всех у этих остальных вот этих раскрученных жирных богеров, можно сказать. Сделаешь, просмотров не набирает. Ты раз делаешь, два делаешь, три делаешь, а потом думаешь, да ну нафиг надо. Ты провозишься большое количество времени, а ролик не найдет своего зрителя. И думаешь, чем проще, тем лучше. Это я еще сколько понял, больше года назад, что чем проще снимаешь, тем лучше. Меньше заморочек. Вот и все. Мотивации нет-то никакой. Милена Малова пишет, как хорошо, что дурачки для клизмы имеют все живые организмы. Так думает, уверенный в своей неотразимости, моргающий под слеповатыми глазками, сыночка, уверенный, что... Насчет глазок. У меня правый глазик я садил в свое время, когда делал забор. Знаете, сколько у меня электродов ушло? Я вот этой маской пользовался. Давайте Милена Малова, ваш хейтерский комментарий. Я объясню, я давно это не рассказывал. Я тогда посадил правый глаз. Он у меня долго не восстанавливался. Ну, левый 1.1 у меня видит. Ну, то есть, левый хорошо видит, а правый не очень глазик. Ну, посадил я на тот момент, подсчитал, короче, я за СИЗО 60 килограмм электродов. 60 килограммов электродов сработал. А с этой еще маской, знаете, по старинке маска вот эта вот так. Ну, то есть, поднимаешь вот это, как это, а как при СССР. Помните, не вот эти новомодные, с индикаторными, которые на свет затемняют. Я тогда посадил конкретно со сваркой. Так, у меня тут, е-мое, забор 145 метров. И где он сделался? Что такое 145 метров металла? Замучаешься этот металл собирать и... Нафиг делать, как вспомни. Котейка пишет. Успешный, но Игорь будет настолько, чтобы деньгами сами в руки мчались, и при сиянии звезд в потемках, то и желание сбывали. Спасибо, Котейка. Надежда Шурхина пишет. Спасибо, Игорь. Напомнил, неужто как-то сделать внукам в советское время детям своим? Часто делала только крошка, должна быть мелкой. Ну, и так пойдет. Вот она мелкая, я знаю, Надежда Шурхина. Она более комкуется, она становится более плотным. У меня, кстати, я когда ел, потом-то когда вот она сразу моментально застывает, отлично получилось. Я помню, этот ролик постарше сам по себе, вот эта запись. Она новая, но она старше снята. Там отличное печенье было. Мышка. Мышка ходит, бродит. Наталья Давыдова пишет. Вкусненько. Конечно. Красивые ножки, красивые глазки. Пишет Игорь. Сегодня на 5 с плюсом. Спасибо, красивые ножки. Спасибо, красивые глазки. за положительные комментарии. Печенье, по мне, было действительно вкусное. Замечательно. Лана Свет пишет. Перчатки надо надевать. Да я смотрю, кто дома готовит, не все перчатки одевают. Вы когда готовите своим близким, вы перчатки одеваете? Лана Свет, чисто кладя руку на сердце. Не знаю. Про многие пишут. Давайте вспомним мамы наши. Мама наша, моя мама. Мама, когда готовила кушать, вам ее вообще готовит. Кушать, да, у кого нет мамы, у кого есть мама. Она разве одевает перчатки, когда готовит, постоянно кушает. Перчатки нужно одевать, если... Ну, с одной стороны, я помню, вы правы с одной стороны. Но у меня не было вот этих перчаток, поэтому я хорошо руки отмывал. Как же они называются-то? Кондитерские перчатки. Обычный полиэтилен. Ну, согласен. Ладно, короче, мне нечего ответить. Выла на свет и паровые, и не паровые, получается. То есть 50 на 50. Я могу и возразить, и не могу, потому что я все-таки делал руками. Ну, многие народы делают. Уже поздно, не до этого. Александр Рим пишет. Год спустя игр придумал, куда лепестки деть, угощения. Стружки заодно. Денек освежил. Пока воздушные шарики катал по трудовым мозолям. Хи-хи-хи. Наталья Шишкина пишет. Хочется узнать, кто до конца досмотрел, как играет пакетами. Что больше это? 12 лайков. Юля Лялина пишет. Молодец, спасибо. Наталья Шишкина пишет. Пирожное картошка, самое любимое пирожное. Точно так же я делаю свадку колбасу. Эти рецепты из детства, да? Сладкая колбаса, еще проще в пакет раскатываешь. Замараз заживаешь, пакет убираешь. Потом колбасу вытаскиваешь, нарезаешь. Двуз пишет. Отключить звуки перед вами холеные женские руки. Не знаю, где у меня тут холеные женские руки. Где увидели? Вы где увидели холеные женские руки? Где они? Где они? Ой. Мышка, чё погасишь бегаешь? Так, Жанна пишет. Красотуля удивил. Он вкусняхи замутил. Но все твои вкусняхи опять не очень. Столько массовой сгущенки. Бух, ну ты совсем бестолка. А какао порошка сапановно прям лишка. И миндалек лепестков обойтись без них не смог. И больших шаров слепил. Ведь на малых нету сил. Кстати, вкусно получилось с миндальными лепестками. И все в стружке от кокоса. Извалял ты их без спроса. Вот и вышли все вкусняхи. И супер повар. И трудяга. У меня по-моему очень вкусно получилось. Действительно все сочеталось. Помню, помню. Это все сочеталось. Ольга Виноградова пишет. Игорь, на песочное печенье масло не растапливается, а разминается. Не всегда. Кстати, я вам объясню. Не масло, а магазин используется. Ольга Виноградова. Вы тут хотели. Вот Ольга Виноградова пишет. Игорь, на песочное печенье масло не растапливается, а разминается. А вот тут вы пролетели, Ольга Виноградова. На нормальное песочное печенье разминается комнатной температурой руками. Посмотрите, у меня там где-то есть ролики, я разминал именно маргарин идет, а не масло. Чтобы действительно получилось вкусное печенье настоящее, не масло идет, а именно маргарин. Желательный маргарин для выпечки, он так и называется. В этом вы не сумничали. Ольга Виноградова пишет. Если будешь делать на глаз, то глаз клеится. Ну, можно и так, и так понимать в трактовании. Если это все прикладывать к глазу, конечно, склеится. А если это образно делать на глаз, то есть количество продуктов. Трактуйте как хотите, Ольга Виноградова. Людмила Холстов пишет. Ну что, масло всегда растапливают в этой посуде. С отколотой эмалью отдельный разговор. Давно пора выкинуть ее. Но сам факт, что выпечку в десерт и всегда растапливать сливочное масло, как-то сразу наводит на мысль, а зачем. Рецепт так всегда указывает на размягченное масло. И правильно было бы взбить масло со сгущенкой. Даже ручную можно это сделать ложкой. Ну, у меня же нормально получилось с Людмила Холстова. Людмила Холстова. Юля Лярина пишет. Только очень шуршишь громко. Ты в курсе, что мясорубка, что мясо отбивали неприятный звук. Убрал бы тогда микрофоны подальше. Я, по-моему, микрофоны не одевал. Галина Шапар пишет. Эти колобочки для пеликанов, которым жевать нечем. А мы из прокрученных сухофруктов с орехами и медом делаем. Но один укус. Один сантиметр, полтора сантиметра в диаметре. Ну, молодец, Галина Шапар. Кто-ка хочет, так и готовит. Кто-ка хочет, так и готовит. Анна пишет. Чего? Вкусню ли? Пишет. Так, так, так. Что дальше? Стася пишет. А что же так сопишь, да, сыночка? Флешилый ты совсем. Занимок. Нос не дышит. Глазки щелишь. Не видишь. Нифига. Изжога вкусняшек. Ну, насчет зрения, тьфу, пока не жалуюсь. Только правый глазик, да, севший. А так, не дождетесь, Стася. Наталья А.Н. пишет. Руки свои жирные будут. Ихал в холодной воде, гигиене. Говорит, главное брак. Но дело не в дело. Полезное блюдо для родителей. Готово. Наталья А.Н. пишет. А ведь все съедят втроем за день-два. И это помимо запеканок и салатиков. Бред, правда, глаза колет. Ужас и кошмар. Юля Лялина пишет. Ну, любишь ты издеваться, играть на нервах. Я-то в курсе. Мать писала, шурши стучи. А Велопуть пишет. Вроде бы вкусняшка, какая вкусняшка. Если не знать, какими руками это делают. А вы когда покупаете, вот, например, заходите в кафе. Куда-то что-то. Вы же не знаете, как это приготовлено. В перчатках, не в перчатках. Вековая галясь из-под ногтей. Эксклюзивный ингредиент. Пирожное по-подвальски форму держать не будет. Велопутер, ну, такое пишите. Прям, у меня аж не хватает терпения. Все такие супер-пупер кулинары, промыш. Прямыш. У нас многие диванные и строители, и политики, и кулинары, и во всех дел мастера. И овощи-то на градках растут. И что-то там делается, и все. Эксперты во всем. Вот и на один раз себя чувствуешь каким-то дураком, что ли, чувствуешь. Все все знают. Я один остался в жизни. Главное, все все умеют. И коллайдер построить. И как вертолет летает, выглядит собрать. И как и все это. И все, все могут. Все могут. Я скоро спать буду ложиться. Глина Шапар пишет у автора новая фишка. Мы с вами строим домичек. Мы с вами готовим, месим, варим. Раньше был эгоизм. Вару, мешок, вару. Красивая пишет. Мы сейчас с вами будем перемешивать. Нет, Игорь, извини. Но я не с вами. Ну и правильно. Вы там у себя. Вы сами с собой. Любовь Ка пишет. Молодец, Игорь. Вкусняшки напомнил. Надо будет как-нибудь приготовить. Я печенье измельчаю в брендере. Там без комочков. Ну да. Любовь Ка приятного. На пятито спасибо. Любовь Ка за положительный комментарий. Действительно. Ну, на мой взгляд, даже вот топленое печенье, когда берешь, его если слишком измельчить, то есть, слишком, оно будет более плотнее. Как-то вот оно достанет, он такой более твердый будет. Я помню, делал. Много раз делал. И Лена Панома пишет. Похоже на пирожное картошка. Для слостей. Он самое лучшее лакомство. Да? Спасибо, Лена. Еще раньше, помню, были рогалики делали. Посыпали из этого, из песочного. Да что только не делали. Отличного дня, пишет Лена. Здесь кот. Добра тебе желаю лично. Спасибо, Лена. Галина Сирина пишет. Только с вашими болячками, сладостей есть там. Стася пишет. Вот ел бы сам, он же отца с матерью этой вкусняшкой накормит. Пожалел бы родителей, не умный человек. Тетер Ивана пишет. А можно уточнить, кто под каждым видео это? Не понял. Кто под каждым видео это? А, вы имеете... Это набор тегов. Вот, например, пишешь деревня, там обязательно в этих тегах попадется какая-нибудь ерунда. Деревня. Я, например, тег подвал или чай, деревня, как жить в деревне. Обязательно там попадутся самые популярные слова. То есть, вот эти, которые не должны там попадаться. Короче, это просто теги. Поисковые теги, которые выдает компьютер. Так, Тетер Ивана пишет. А можно вот это так? Так, Евгений Бежевна пишет. Залезет он потом руками, ногами залезть, чтобы наверняка... Блин, помните, как Андреяна Челентана виноград давил? Ой, раньше вино делали. И каждый не заморачивался, что это подными, вонючими, жирными ногами, да? Особенно в жару. Сок виноградный, знаете, давили на вино. Ставили. И шикарно. Вот эти потом глотали, как там вот эти с амилета пробовали, это винт с этих деревянных бочек, с бочонках. А, шикарно. Шикарно, вонючие, потные мужики, не женщины. Подавили виноградик, он прокис и превратился в вино. Хочу даже заморачиваться. Раньше, да, давили виноград ногами. Действительно, давили. И никто не заморачивался, что ногами давили виноград. А потом эксклюзив его пили, жрали. Простите меня, конечно. А тесто, как вы раскатываете, тоже же руками. Фактически, без перчаток. Мало кто использует нормальное тесто. Антетер Иоанна пишет одно и то же, что Игороша себя хвалит. Либо аноним. Ольга Форрис пишет, молодец, получилось хорошо. Да, спасибо, Ольга Форрис. Ларис Иванина пишет, это по ходу старый ролик, он уже ел эти конфеты. Ну да, заметили. Дарья Колесникова пишет, да, это старый ролик, был уже такой, цветок на полу холодильника, давно там не стоит. Лепил он уже такую. Вот Дарья Колесникова. Ира Белка пишет, это не чашка, а тарелка. Эх, ой, дьется. Маша Маша пишет, молодец Игорь, привет, руки золотые, все почти умеешь. Спасибо, Маша Маша, но все, все умеет нереально. Это вообще. Я бывает, если что-то говорит, прокручиваешь, если что-то думаешь, не получится, не полезу делать. Вот если что-то думаешь. А все делать же невозможно, и знать невозможно. Например, чтобы что-то делать отлично, надо все-таки, наверное, любить, да, это это делать. То есть, смотрите, кто-то любит КПП, помните, контрольно-измерительные приборы, кто-то любит мелкое, копаться, например, мастерить платы в телефонах, в андроидах, собирает вот эти ноутбуки, вот мелкие, все эти, одевает. Блин. так, ладушки, у меня уже, так, получается, уже три часа ночи, две минуты, тоже устаю, будильник, остался, пока, там, привозился, на улице, все равно устаешь. Маша картинку скинула, по-моему, со своей дочкой, Игорь, где-то, посуда, центр, парк, развлечений, детская игровая комната с шарами. Росинка пишет, сопение, его месиво, невозможно смотреть, ну его. Галина Бабкина пишет, перебор, сгущёнки, сахар в крови, подпрыгнет, будь здоров. От сахара же, в крови, не от количества сахара, по-моему, подпрыгивает. Но сахар же, это у нас углеводы, углеводы, это у нас картофель, углеводы, это у нас мучное. Блин, не только от сахара, сахар в крови, подпрыгнет. Все устал. Когда устаешь, уже начинаешь более-менее качественно, адекватно соображать и более-менее отвечать на комментарии. То есть все равно устал, сдает о себе знать. Тем более, как человеку ночью адекватно, не адекватно, а нормально отвечать на комментарии. ни о днем времени не было. А читать я стараюсь каждый день. Да? с вами был сынуля красотули, мусик на улице, мышка здесь оттирается. Всем вкусняшек, вкусняшек и отличного настроения. ой, что завтра делать? Думаю, что завтра делать? Три помидорки у нас осталось. Надо посмотреть, что завтра приготовить. что же сделать? что же сделать? Зеваю. Точно я вот смотрю сейчас на видео. Какао уже добавляло. Помню. все, с вами был ночной одевающийся нуля красотуля. Всем вкусняшек, вкусняшек и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok